12 населенных пунктов остались без света в Алтайском крае из-за сильного ветра. Энергетики ведут срочные восстановительные работы на электросетях в Егорьевском, Шапуновском, Змейногорском, Ребрихинском, Первомайском районах, а также частично в Барнауле. Видео мы получаем от гражданского корреспондента Лайфа. Сейчас 8 передвижных резервных источников снабжения электроэнергии задействованы в обеспечении энергоснабжения социально значимых объектов. В крае в настоящее время продолжаются метели и сильные снежные заносы. В отдельных районах порывы ветра достигают 30 метров в секунду. Закрыто движение для всех видов транспорта на федеральных автодорогах и нескольких городских, одна из которых федерального значения. На дорогах выставлены посты ГИБДД, и водители, которые рискнули выехать в такую непогоду, просто разворачивают. Ну а до тех, кто оказался на трассе в это время, действуют пункты обогрева. В ликвидации возможных последствий непогоды готовы принять участие 244 бригады и более 400 единиц техники. Обстановка находится на контроле межведомственного оперативного штаба МЧС региона. Ночью температура там уходила до минус 20 градусов, днем поднялась до минус 10, и снег только усилился. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в регионе до завтра. Ну а тем временем на остальной части России действует циклон, который гонит теплый ветер, охлаждая его на горестых и пустынных районах нашей страны и привнося серьезные поправки в движение на трассах. Средняя скорость ветра в сибирском регионе рядом с Алтайским краем и на границе с Казахстаном порядка 20 метров в секунду. Температура опустилась до минус 10, а ожидаются очень сильные осадки в центральном сибирском районе и западно-сибирском районе. Ближе к Уралу потеплеет, но там тоже очень сильные осадки. Ситуация может измениться в ближайшие двое суток, только если придет антициклон с востока нашей страны. Продолжение следует...